Очень много КП, я просто буду так вот отбегать, чтобы мои пчелы не сильно его убивали. Вот еще, видите, есть еще вот такие фазы, которые просто нам выдают снежинки. Теперь вам главное его не убить. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовые аккаунты без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечу, потому что эта группа уже работает больше двух лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. Ииии всем привет, дорогие друзья! Котик Попов на связи, и сегодня у нас входит новый замечательный и очень топовый видеоролик. Так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком. Ну и также, ребятки, погнали к ролику. В общем, сегодня будет очень интересный ролик, так что перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новейшие, мощнейшие видосики. Ну а что ж, погнали к ролику. Сегодня, ребятки, я бы вам хотел рассказать про то, как фармить, в принципе, быстро снежинки. Потому что многие задаются вопросом, Кость, откуда у тебя 22к снежинок? В общем, все снежинки вам нужны, чтобы покупать, в принципе, что-то в примерочной, получается, в каталоге BRB. Да, все верно. Но сегодня я вам отвечу на этот, в принципе, способ. Как и от других способов, этот способ будет отличаться, потому что, как вы знаете, фарм снежинок я уже рассказывал два или три раза вам, снимал ролики про то, как это делается, в принципе. Но сегодня я бы хотел ответить, как я лично сам фармлю, потому что это я считаю, что это действительно фарм снежинок, это ферма снежинок, поэтому давайте же покажу. Как вы знаете, у нас есть такой вот медведь. Он абсолютно есть у каждого, но, чтобы его открыть, вам нужно пройти бисмос квест у панды-медведицы. Как только вы проходите квест у панды-медведицы, вы можете сразу проходить, в принципе, этого, получается, снеговичка. Вам нужно его спавнить, и кто его может убить, то не убивайте. То есть и вам его до конца убивать, грубо говоря, не нужно, потому что, как вы знаете, у этого медведя есть фазы. После каждой фазы он выдает снежинки, и на этих фазах вы можете нафармить хорошее количество снежинок. Давайте же я вам покажу, в принципе, как это работает. Мы его сейчас спавним, конечно же, убивать мне его не надо, как видите, у него очень много хп, я просто буду вот так вот отбегать, чтобы мои пчелы не сильно его убивали. Но они все равно его убивают, но лучше его до конца не убивать, потому что нам нужны именно фазы. Я, конечно, это не очень часто делаю вообще, в принципе, вот, видите, фаза первая сработала, мне выпали снежинки. То есть я уже за первую фазу получил 14 снежинок. Конечно же, вы вот так вот можете его убить, как я, в принципе, это сейчас делаю, но этого вам делать не нужно. То есть, смотрите, вот, еще две фазы выпало, мы просто подбегаем и подбираем снежинки. То есть мы уже в итоге собрали 40 снежинок. Так, давайте еще чуть-чуть его побьем и просто отбежим. Так, главное его не убить. Такс, 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 такс. Вот, еще, видите, есть еще вот такие фазы, которые просто нам выдают снежинки. Теперь вам главное его не убить, главное не убить, чтобы фаза не пропала. Все, сейчас он должен пропасть нам через какое-то время. Ну, в общем, вот на этих фазах можно, в принципе, хорошо нафармить. Видите, я сейчас подобрал снежинки, все. В принципе, у меня пропал медведь, я его не убил. Все, как вы видите, сейчас мы подбежим и посмотрим, то, что медведь у меня, опять же, 9 уровня, запавнится только через час 30. И на этих фазах можно поднять, в принципе, приличное количество снежинок. Если так убивать каждые час 30, и, в принципе, можно зафармить хорошее количество. У кого уровень, получается, медведя больше, то, в принципе, вам повезло. Потому что вам будет его тяжелее убить, и тем больше он будет спавнить фаз. Смотрите, я тут нафармил, сейчас вам покажу. Вот, ниже спускаемся. Ага, вот, вновь в бир. И тут мы читаем, плюс 3 снежинки, плюс 11, где тут еще у меня. Но я, в принципе, хорошее количество, вы можете изначально посмотреть, я там хорошее количество с него подбирал. Ну и, в принципе, на этих фазах можно действительно хорошо нафармить снежинок. То есть, я за вот эти фазы набрал, не знаю сколько, штук, наверное, 70. Но лучше, конечно, ребят, накопите себе именно этих снеговиков. Убейте их штук, там, не знаю, 15. И на том уровне, когда вы их уже сами не сможете убивать. Вы, то есть, убивать их не будете. Вы просто будете его бить, бить, бить. И будут спавниться у него вот эти фазы, на которых вы сможете, в принципе, подобрать приличное количество снежинок. И, в принципе, я считаю то, что это действительно ферма этих снежинок. Если вы считаете лично тоже так, то пишите, в принципе, в комментариях. Если у вас есть какие-то ваши способы фарма снежинок, чтобы они отличались от тех, которых я рассказывал в прошлых видео. То есть, у меня было, как я повторюсь, 2 или 3 видео про эти снежинки, где я, в принципе, про них рассказывал. То, в принципе, как-то так. Если у вас отличаются способы, то напишите в комментариях. Мне будет интересно узнать про ваши личные способы, как вы, в принципе, это делаете, как вы их фармите. Но я лично фармлю так. Либо с мобов, либо еще с чего-то. Ну, либо же вот так вот, вот такая вот ферма. Конечно, я делаю это не постоянно, но это действительно, я считаю то, что это такая мини-ферма фарма снежинок. То есть, и как-то так. Копите много. Покупайте тоже много. Ну, и, в принципе, играйте вкусно. На связи был Косик Попол. Оставайтесь добрым, будьте мудрым. Ну, а завтра мы увидимся на новом топовом ролике. Пока-пока.